зимая пшеница сорт льговская 4 это конечно край посадка дает о себе как бы знать потому что эти участки они лучше сохранились после зимы были более крепкие здесь меньше они меньше подвергались таким серьезным заморозком ну я имею ввиду вот этим весенним которые в целом-то и проредили всю озиму то есть участки здесь вот такие вот есть пятна но эти пятна они закрываются это можно сказать микро пятна так же как и вот этот участок он целом закроется но есть участки больше и если поднимать тот же квадрокоптер они страшнее хотя этот участок также выделяется но в общей массе он не так сильно кажется страшным и вряд ли потянет урожай в целом озимая сейчас выглядит неплохо раскустилась то есть если вот брать вот это поле и как она выглядит она выглядит на 60 с плюсом но это я как бы естественно беру не просто с потолка исходя из из опыта то есть пшениц пшеничка восстановила сейчас флаговый лист уже местами появляется колосок высота 40 сантиметров участка то есть посева и вот так вот озимая выглядит здесь была уже одна обработка гербицидная пришлось все совместить так как просто ну не успевалось за два прохода уже была фаза трубки и здесь работали трибинуроном до 40 грамм противозлак пума фунгицид и инсектицид то есть целом эта схема своей задачей справилась и уже нужно работать снова 2 2 2 фунгицидной обработкой потому что же как бы еще еще рыбы фаза терпит но уже близко к тому но еще не закончены другие работы чтобы сюда вернуться нужно чуть-чуть подтянуть горох сою кукурузу то есть все течение хотя бы недели я думаю что неделя здесь здесь потерпит посев неделю потерпит вот такая вот озимая хотя вот если я бы здесь был где-то недели две назад она конечно выглядела пострашнее но сейчас подтянулась плюс погода которая на данный момент есть она благоприятная то есть влажная она не тормозит озимую по развитию дает возможность дополнительным побегом которые может быть еще не до формировались формироваться нормально почва влажное питание здесь достаточно питание обычно недостаточно по азоту я вот наблюдаю могу сказать что именно в момент роста то есть момент наращивание вегетативной массы озимые страдают а потом все вот как сейчас выравнивается потому что того азота в почве особенно на черноземах особенно после предшественника горох где не так много пожневных остатков не так много может быть волокна углерода здесь азотом как-то полегче в отличие допустим если был бы здесь предшественник даже соя и то она берет на себя больше чем на пожневные больше чем 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 гороховые пожневные и в целом то особо тут и и нету получается так это не значит что горох после себя очень много азота вставляет он можно может быть лучше сказать так что он не забирает его потому что гороху чтобы сформировать хороший урожай тоже нужен азот также нужен азот и бывает так что а гороху не хватает этого азота одно дело если горох посеять он зацвел его запахать то здесь возможно этот азот азот какой-то накопится а когда горох или бобовые культуры получают хороший урожай то есть получается хороший такой вынос с урожаем как по сои так и по гороху по чечевицы то азота не так много в почве только тот который успевает быть доступным из-за минерализации органического вещества и этот азот также может быть вовлечен в процесс микробиологический процесс именно на разложение пожневных остатков и чем больше углерода пожневных остатков тем меньше этого азота достается последующей в следующей культуре поэтому с горохом здесь все попроще щечевицей тоже попроще соей все зависит от того какая была масса то есть надо масса большая урожая нет такое бывает иногда да довольно часто даже и поэтому после сои не всегда азимы и чувствует себя ну комфортно без той же селитра мячный без азота не всегда тем более по этому году когда озимая была не развитая с осени то есть все развитие все это развитие было можно сказать середины апреля до вот до сегодняшнего дня то есть азимы она вот развивает вегетативную массу формирует дополнительные побеги если вот мы опустимся то и вырвем то есть у нас три стебля два стебля относительно развитые один стебель пытается пытается во всяком случае не отставать с этой погодой который сейчас скорее всего он сформируется такие года были и такие азимы и были мне давали неплохую урожайность за счет можно ли назвать это подгон я думаю что нет эти стебли они подтягиваются и к уборке обычно они созревают либо их нет подгон можно назвать я думаю то что начинает формироваться когда уже озимая сформировалась когда уже готова дать урожай уже блин близко к уборке тут начинается начинается подгон за счет каких-то там осадков перед уборкой вот здесь уже может подгон быть или когда подгон появляется в колее ну от трактора от опрыскивателя когда растение раздавлено когда она переболела восстановилась и опять же появляется подгон то здесь да здесь пока я сказать о подгоне говорить о подгоне еще пока рано потому что эти стебли они подтянутся они будут может быть там будет колос не такой как на центральном стебле но все равно урожай скорее всего сформируется то есть эти боковые стебли если будет благоприятная погода пока она благоприятная догонят своих старших можно сказать братьев и сестер так что вот такая вот львовская 4 на сегодняшний день то есть если она без пятен без глубоких вот так выглядит то есть таких широких 5 есть участки конечно где есть пятна но пятна это выпады это это как вымочки это выпирание когда стебель был оторван от корневой системы когда почва начинала двигаться за счет ночных заморозков и дневных оттаиваний где-то до 4 сантиметров в основном страдали участки где была глубина больше пяти сантиметров ну то есть без того и корневая система здесь тоже не двигалась вместе со стеблем она была в мерзлой мерзлом участке двигался стебель который до четырех сантиметров оттаивал то есть почва двигалась до четырех сантиметров которые она прихватывала этот стебель отрывала и это вот произошло как раз где-то в марте то есть основной выпад произошел в марте в конце марта в начале апреля то есть вот такая вот история обозим обозимой пшеницы на сегодняшний день львовская 4 31 мая